Всем привет, с вами Саргас. Давно собирался записать видео на тему суицида. Спасибо, что напомнили. Раз триста. По факту, особых последствий, с магической точки зрения, суицид не несет. За исключением того, что это все-таки не самый правильный поступок, и в первую очередь по отношению к себе. Если что-то привело человека к такому шагу, скорее всего, что у него столько нераспутанных кармических узлов, что легче ему в следующей жизни явно не станет. Скорее наоборот, так как сам факт такой, в прямом смысле, смертельной ошибки, тоже вряд ли будет хорошо расценен именно кармой. Высшим же, скорее всего, будет все равно. Но я рекомендую задуматься о своих родственниках, о своих близких и, главное, о себе в следующем воплощении. Да, магическому миру на вас наплевать, то есть делайте с собой все, что хотите вы в своем праве. Но карма – это такая штука, которая не прощает никаких ошибок, и любое неправильное с ее точки зрения действия завяжет кармический узел, который вам придется распутывать. А что такое кармический узел, связанный с суицидом? Это ситуация, когда вам будет очень хотеться покончить с собой. Кто знает, к чему это приведет в следующей жизни? Это может быть как смертельная болезнь, так и очень серьезная стадия инвалидности, где вы фактически не можете существовать самостоятельно. Если у вас две руки, две ноги, вы не овощ, можете нормально мыслить, можете работать, пусть хотя бы руками за компьютером, даже если вы парализованы, то, поверьте, суицид вас в будущем ни к чему хорошему не приведет. Ко мне иногда обращаются с весьма неприятными и, прямо скажем, тяжелыми вопросами относительно того, как может повлиять суицид на душу и прочее. И я, прямо скажем, психоаналитиком не являюсь. Думаю, если бы я работал в службе психологической поддержки, то суицидников явно стало бы меньше, причем не потому, что они бы передумали. Но суть не в этом. Я, конечно, пытаюсь отговорить человека от подобного шага, но исключительно с холодной, разумной точки зрения. И помимо того, что этот шаг приведет к неприятным кармическим последствиям, это раз, кармические узлы в этой жизни останутся нераспутанными и перейдут в следующую. Это два. Три. Если вы успели как-то взаимодействовать с демоном, продать душу, взаимодействовали с тьмой, то не факт, что вы вообще возродитесь. Представляете, как неловко? Прощай жестокий мир, все дела и хобана! Вы очнулись в застенках где-нибудь у демонов. Вот это интересная ситуация. Или где-нибудь на задворках у тьмы, и вас медленно пожирают, высасывая ваш мозг, вашу личность, вашу душу, и вы больше не возродитесь вообще никогда. Почитайте о посмертии темных магов. Вы можете им и не быть, но душу продать достаточно несложно, а проверить это вы самостоятельно, ну никак не сможете. Так что я рекомендую два раза подумать. Любую проблему можно решить. И не обижайтесь, но слыша какую-нибудь очередную новость о суициде, я понимаю, что причины-то там были откровенно тупые. Не повторяйте чужих глупых ошибок. Живите, все можно исправить. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте амулеты, талисманы и мои книги в магической лавке. До встречи!